Прямых продаж России, где нам, менеджменту всех основных крупных компаний прямых продаж России, руководство ассоциации поделилось итогами, которые недавно подвели, и в этих рамках этих итогов было очень приятно увидеть, что сам рынок в России прямых продаж, он не падает в отличие от других рынков. Он стабильный, он стоит на месте, что сегодня это особенно важно. Есть маленький процент, на который этот рынок даже вырос. И мы с вами являемся одним из самых сильных игроков, я это увидел даже по тем компаниям, которые присутствовали на этой встрече. Что значит рынок прямых продаж стабильный? Что значит, что все хорошо? Это значит, что с каждым годом все больше и больше людей, которые какое-то количество раз в году прибегают к покупке методом прямых продаж. И если вы еще хоть от кого-то слышите, что что, прямые продажи, каталоги, это же, это не то, что там вчерашний день, позавчерашний, это сегодняшний и завтрашний день, потому что рынок розницы падает. Ну, смотря какой мы индустрии, конечно, говорим, но косметически точно, да? Потому что, ну, разный рынок розничных продуктов пищевых и так далее. Много рынков сегодня находится в нестабильном положении. Рынок прямых продаж растет, именно поэтому это дает вам возможность говорить, что вы предприниматели правильной индустрии. Потому что в силу экономической ситуации, в силу перераспределения доходов, люди меняют свои пристрастия. И почему рынок растет? Потому что больше и больше людей в год совершают покупки, чего бы то ни было. Смотря какие компании там присутствуют, что они продают, да? У нас есть компании, которые платье стали продавать. Поэтому кто-то поменял, например, там, ну, я не знаю, магазинный приличный, да, каталог и покупает там платье. Ну, условно говоря, для нас очень важно, что народ все больше и больше в России принимает прямые продажи, и все больше людей понимают, что это развивающаяся индустрия, и они меняют свои привычки даже в покупательском поведении. Для нас это очень оптимистично. Ну, а мы на фоне всех, кого я там посмотрел, я понял, что мы в замечательной, классной ситуации, о чем я скажу попозже. Почему сама индустрия прямых продаж замечательная? Мы в ней растем, в России, но мы, как Россия, в принципе, входим в десятку самых больших стран, где представлена индустрия прямых продаж. Конечно, нам еще очень далеко до США, которые занимают 18% всего, что продается прямыми продажами в мире, 18% из этого продается в США. Нам далеко до Китая, до Японии. Но вопрос в том, что не то, что мы с вами плохо работаем, или как-то не так предлагаем продукцию, как в США. В США изобретены были в начале прошлого века прямые продажи. У них исторически люди в своем отношении к этому проходили совсем другой этап, и у них больше было времени через это как бы пройти. И если вы, если есть здесь люди, которые в конце 90-х уже занимались первыми продажами и нашим бизнесом, то вы можете сравнить, насколько огромная разница в восприятии людей, в том, чем мы занимаемся, что было в 96-м году и сегодня. Так вот, представьте, что у Америки было полтора столетия на то, чтобы пройти кривую взаимоотношения. Я уверен, что со временем, вы видите, даже сейчас я только что об этом сказал, все лучше и лучше население относится спокойнее к прямым продажам, и все больше и больше заменяет розничные продажи прямыми продажами, потому что это удобство, это цена, и это еще и опыт общения. Пожалуйста, не забывайте, как руководители косметических организаций, пожалуйста, разговаривайте об этом с вашими консультантами, что мы с вами предлагаем народу не только бизнес-возможности, не только замечательную косметику. Почему многие из-за ситуации меняют розницу на нас? Потому что люди отказываются сегодня вынуждены не только от покупок, не только от, я не знаю, там, чего-то в приобретении. Люди отказываются вынуждены от каких-то сфер жизни, которые обеспечивают им еще и какой-то опыт, удовольствие, радость. Люди меньше ходят в рестораны, в театры, потому что это расходы. Люди меньше ездят в отпуск, в какие-то зарубежные поездки. Но при этом в основе человека всегда останется социализация. Покуда будет существовать человек, ему будет хотеться как-то весело, интересно проводить время и общаться с другими людьми. И коль меньше, к сожалению, стало сегодня в жизни статистического человека каких-то развлечений, каких-то интересных особенностей, как он может провести время, вот тут почему люди еще переходят в прямые продажи. Потому что у нас с вами есть вечеринки, у нас с вами есть какие-то встречи, на которые вызовем людей, у нас есть мероприятия. Во многих СПО организовывают какие-то встречи пятничные по разбору новых продуктов, открывают коробки красоты и друг другу мажут наши новинки, рассказывая по сценарию, проводя вчера, даже и уверяю, что об этом рассказывают. Очень многие из вас проводят семинары, мероприятия. Люди поэтому еще приходят к нам. И даже если мы с вами поговорим просто про процесс приобретения продукта, то даже то общение, которое будет у консультанта с потребителем, когда будет оказан индивидуальный подбор, когда люди поговорят, для человека мы об этом не задумываемся, а это и есть замена того общения, от которого он вынужден был отказаться. Это не так, я ухудшен, я отказываюсь к ресторану, пойду пообщаюсь с консультантом Арифлей. Разумеется, да и так. Но человек в любом случае меньше видя факторов, которые помогают ему социализироваться, будет подсознательно тянуться к любому другому.